Сандогаш Садвакасова Клип подопечный Эрика Достимбекова можно будет уже в ближайшее время, а пока отрывок песни «Хошбол» специально для зрителей Хит-ТВ. Дельнас Ахмадеева опять не лезет за словом в карман. Не успели отшуметь страсти после ее перепалки с журналистом, как певица опять воспитывает публику в интернете. На днях артистка выложила в Инстаграм незамысловатую фотографию с подписью «Кайф». После чего подписчики закидали ее самыми разными комментариями. «Кто-то порадовался за Дельнас, а кто-то, кажется, обзавидовался. Кому нужны ваши ноги?» Писали люди, позабыв, что это личный аккаунт певицы. Ну и в таком же духе. На нелицеприятные отзывы заслуженные деятели Республики Казахстан отвечала незамедлительно, поинтересовавшись, все ли хорошо у комментаторов с головой и посоветовав им беречь себя от общества. Ответные колкости певицы также не остались без реакции публики. «Оказывается, Дельнас во всем на первом месте», — написал кто-то. «И ругаться у нее неплохо получается». Казахстанский бойс-бенд «Мела Мэн» лишился своего продюсера. Жанна Абуова, создавшая и раскрутившая коллектив, теперь не работает с молодыми исполнителями. В чем причина таких крутых перемен? «Мы ушли в свободное плавание, можно сказать, с благословения руководства. Между нами не возникало ссор, перепалок или недопонимания. В общем, расстались в хороших отношениях». Не отразится ли этот факт на работе коллектива? Удастся ли исполнителям держать марку и достигать новых музыкальных вершин без менеджера? Раньше организационные вопросы решал продюсер. А сейчас весь груз ответственности буквально свалился на нас самих. Возможно, поначалу будет сложно, но надеемся, что благодаря Всевышнему и поклонникам мы справимся. А поддержка ребятам сейчас нужна как никогда. До конца года «Мела Мэн» планирует отметить пятилетие своей деятельности. На днях они отправятся в тур по стране, а затем дадут два больших гала-концерта в Астане и Алматы.